Владимир Путин, новый открыватель Африки и Южной Америки Жазем Ильюзеш Обсервадор, Португалия 7 августа 2018 года Похоже, Путин подготовился гораздо лучше, чем в свое время Советский Союз Президент подчеркивает, что российские инвестиции в Африку имеют целью финансовую прибыль и что эпоха пролетарского интернационализма давно в прошлом Будучи объектом с каждым разом все более обременительных санкций со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза Режим Владимира Путина пытается найти новых партнеров на других континентах, а именно в Африке и Латинской Америке Главный принцип новой российской дипломатии сегодня звучит так Смотрите на то, что я говорю, а не на то, что я делаю В ходе саммита БРИКС в Йоханнесбурге российский президент воспользовался представившейся возможностью для того, чтобы встретиться с лидерами ряда африканских стран В том числе со своим монгольским коллегой Жаула Уренсу Время покажет, смогут ли члены БРИКС, Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка Достичь одной из самых смелых целей, поставленных на этой встрече К 2030 или 2050 году обогнать страны ГСМ по показателю волового внутреннего продукта С одной стороны, страны БРИКС сталкиваются с серьезными внутренними проблемами, которые могут помешать выполнению этой задачи С другой стороны, внешняя политика США может иметь катастрофические последствия для западных стран В Москве усиливается недовольство и раздражение ввиду неэффективности правительств стран ЕС, которые пользуются привилегиями Кремля, Италии, Венгрии и Греции, в контексте брюссельской политики санкций На прошлой неделе Европейский Союз объявил о новых санкциях, на этот раз направленных против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве моста, соединившего территорию России с оккупированным Крымским полуостровом Однако союзники Путина не сказали ни слова против Более того, в случае Греции можно говорить о серьезном ухудшении двусторонних отношений, поскольку греческие власти решили выслать двух российских дипломатов и не дали разрешения на въезд двум другим, тем самым давая понять, что не позволит российским шпионам вести себя так, будто они у себя дома Вот почему Владимир Путин снова объявил о переориентации политического курса России на Африку Попытки Советского Союза метнуть копье в Африку в свое время окончились неудачей, да и предпринятая ранее инициатива российского лидера не принесла желаемого эффекта Похоже, что на этот раз Путин подготовился лучше и подчеркивает, что российские инвестиции в Африку имеют целью финансовую прибыль и что эпоха пролетарского интернационализма уже в прошлом Ангола является одним из основных партнеров России на африканском континенте Давние связи ангольских лидеров с Россией, как бывшей, так и нынешний президент учились в СССР Участие Советов в гражданской войне на стороне МПЛА, а также характерный для обеих стран высокий уровень коррупции во многом способствует поддержанию хороших отношений Так, на саммите БРИКС в Йоханнесбурге Владимир Путин сообщил, что в 2017 году Москва и Луанда подписали договор о поставках российской военной техники и вооружении на сумму 3 миллиарда долларов Внушительная цифра для страны, которые переживают серьезные экономические и социальные трудности Помимо оружия лояльной Кремлю российские бизнесмены продолжают заниматься разведкой месторождения алмазов и добычей нефти и газа Москва также пытается продавать этим странам атомные электростанции Однако серьезным препятствием оказывается нехватка финансовых средств К примеру, Южная Африка успела подписать с Россией такого рода соглашение, но ей пришлось приостановить его реализацию из-за разразившегося в стране экономического кризиса Одна из причин, по которой африканские лидеры ратуют за более тесные экономические и политические связи с Москвой, по их собственным словам, заключается в том, что Россия может быть еще одним крупным международным игроком на континенте В дополнение к Соединенным Штатам и Китаю, тем самым повышая степень их маневренности Остается узнать, располагает ли Москва финансовыми, политическими и технологическими ресурсами, чтобы принять участие в этом соревновании Кроме того, нельзя упускать из виду средства, которые в ходе всех этих сделок тратятся на коррупцию Так, в 2006 году президент Венесуэлы Угачавис подписал с российской компанией по экспорту вооружений контракт на сумму 474 миллиона долларов в США Он предусматривал строительство завода по производству автоматов Калашникова, до 25 тысяч единиц в год, и боеприпасов для этого оружия Каракас заплатил деньги, между тем строительство до сих пор не завершено А российские власти продолжают поиски пропавшего в паутине коррупции миллионы долларов Произошедшие на прошлой неделе в Центральноафриканской республике Убийство трех российских журналистов также может быть связано с участием российских компаний в добыче алмазов, которые в этой стране не отличаются особой прозрачностью Журналисты намеревались расследовать роль, которую играет в алмазном бизнесе известная компания Вагнера, занимающаяся вербовкой российских наемников для участия в операциях весьма деликатного свойства Управляющим этой компанией, которая ведет свои дела по крайней мере в Восточной Украине, Сирии, Судане и Центральноафриканской республике, является Евгений Пригожин За монополию на поставки продуктов питания Кремлю он снискал себе славу повара Путина Меня поразило, насколько большим сюрпризом стала для португальского общественного мнения мыльная опера под названием Рикардо Роблеш, Ричардо Роблес, и Левый Блок Неужели так много граждан по-прежнему верит в искренность и честность так называемых крайних левых? Это все равно что верить, будто Коммунистическая партия Португалии приобрела всю имеющуюся у нее недвижимость по квотам своих активистов или что коррупция свойственна лишь политикам правого толка